Приветствую вас, прочитал ваш вопрос. Значит, ну, я вам могу сказать, пожалуй, сначала несколько очень важных вещей. Первое, то, что вы можете сейчас пойти по пути, такое, знаете, сострадание по пути эмпатии, по пути жаления себя и жаления вас, по пути жалости к себе, вот. И с другой стороны, вы можете пойти по пути, да, тяжело, да, больно, да, жестоко, да, всё это невероятно ужасно, но делать-то что дальше? То есть ведь я же как-то оказался в этой ситуации, да, я же как-то вот эту ситуацию не пресекла, я же почему-то поверил ему, что он просто так вот вас возьмёт и перестанет это делать, понимаете? Я же почему-то вот в первый раз не получив объяснений, да, не получив от него объяснений, почему он это делал из адекватных, поверил ему, что он не будет так больше делать, вот. Значит, хотела поверить и делать здесь не в любви, потому что любовь – это принятие, это принятие, это полное принятие любилого человека со всеми его недостатками, со всеми его минусами, со всеми его пороками, можно так сказать, вот. Да, если что-то из этого вам вредит, если что-то из этого для вас неприемлемо, то вы им об этом говорите, либо ищите компромисс, либо вы расстаётесь, но этого у вас нет, понимаете? Поэтому два пути, я думаю, что каждый из коллег предложит вам свой путь, каждый из коллег, как бы, ну, предложит вам свои рекомендации, да, но, в общем-то, вот эти два пути у вас есть, какой путь вы выберете – это вам решат. На мой взгляд, да, можно выбрать, в принципе, путь жалости к себе, этот путь будет, может быть, легче, но он менее эффективный, да, для выхода из вашей ситуации, например. Можно выбрать второй путь, он такой более трудный, но он более эффективный. Ну, вот. Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, и понимаю, что вы на эмоциях, понимаю, что вам эти все эмоции нужно сперва выплеснуть, выплакать, вот, высказать, чтобы снизить градус своей эмоциональности, чтобы снизить градус эмоционального напряжения, и после этого можно будет уже работать, после этого можно будет уже что-то делать, знаете. То есть, по какой-то причине, да, у вас вот некому, да, некому, видимо, пожаловаться, поделиться с кем-то своей проблемой, вот. Ну, просто выпить, просто облегчить себе немножко, облегчить себе ресурс для того, чтобы как-то поразмыслить. Ну, это первое. Второе. Вы не задаете вопрос. То есть, вот, история ваша, она понятна. Но вы не задаете вопрос. Что хотите? Ну, вы, вы пожаловались, вы все это выплеснули. Что дальше? То есть, вы написали, видишь, вопрос, да, то есть, хотели, чтобы, ну, большое количество людей увидело, увидело ваш тег. Зачем? У вас нет просьбы, у вас нет никакого запроса, у вас непонятно, чего вы хотите, понимаете? Вы пишите, я не знаю, как поступить. И мы не знаем, как поступить. И мы не знаем. Нужно изучить вас, нужно исследовать ваши отношения, чтобы понять, как вам, как вам поступить. Ведь поступать-то нужно вам. Вам нужно в этой ситуации принимать решение. Не нам. Понимаете? И здесь, как правило, возникает такая история, что либо вы уже приняли решение какое-то, решение. И это решение, оно, скорее всего, нуждается в подтверждении. То есть, либо вы уже приняли какое-то решение, либо вы находитесь абсолютно в полном разраве. Вот. Какое решение принимать, вы не знаете. И в таком случае, опять же, нужно помочь вам себя найти. Нужно помочь вам найти ваши ориентиры. А для этого нужно снизить, опять же, градус эмоций. Потому что без этого не получится. Нужно, чтобы вы выплеснули эмоции, чтобы вы вот сформулировали что-то, да, что именно вас в этой ситуации вызывает. Что именно вам в этой ситуации больше всего не приятно. То есть, дело не в том, что он делает что-то. Он может делать, в принципе, со что угодно. Дело в том, как вы на это реагируете. Как вы это чувствуете. Что вы чувствуете и почему. Вот это очень важно. Так что здесь именно вот такая ссора. Это момент такой. Дальше. Следующее. Вы в этой позиции выступаете, знаете, как жертва. То есть, есть вот мужчина, да, который вот такой плохой, да. У него есть такое вот увлечение, да. И на вас это очень сильно влияет. Но простите. То есть, по какой-то причине, по какой-то причине, вы, с одной стороны, воспринимаете его поведение на свой счет, почему-то. То есть, почему-то вы считаете, что все дело вас. Это первое. Второе. Эридосы вас задевают. То есть, с одной стороны, есть ваша сторона, ваша позиция. Что вот, мне от этого больно, мне это тяжело, я от этого плачу, я все равно стараюсь с этим мириться и так далее, да. При этом, я не принимаю никакого окончательного решения, да. То есть, я не принимаю решения от него уйти, ведь я же его люблю, но как бы, тут вопрос, да, как проявляется любовь. С одной стороны, я не принимаю решения, с другой стороны, мне больно. То есть, это и есть позиция жертвы. Это и есть позиция жертвы. То есть, жертва, она не принимает никакого решения, она не делает выбор. Либо-либо. Она постоянно находится у меня, постоянно в расщеплении. И не могу, и хочу быть с ним. И неприятно, и люблю его. Так не бывает. Так не бывает. Вы либо любите, и принимаете его. Либо вам неприятно, и вы не любите. Но с ним, потому что вы чего-то хотите для себя. Надо сказать, что помимо необходимости отделить чувство любви, направленное на другого человека, от желания, направленного на себя, ваша жертвенность проявляется еще и в том, что вы пишите, да, значит, по его настоянию ушла с работы, хотя мне светило место директора школы. То есть, вот здесь, как бы, ситуация какая. По сути, вы пожертвовали своим карьерным ростом, да? Пожертвовали своим личностным ростом. Ради, ну, человека. Ради, ну, своего мужчину. Ради своего любимого мужчины. И я не знаю, может быть, вы его и любите с уговорками, которые я уже сказал, которые я уже назвал. Но то, что человек вас любит, мужчина вас любит, я очень сильно сомневался. То есть, да, он может видеть вас, женщину, он может действительно вами дорожить, он может действительно относиться к вам по-особому. Но любящий человек никогда не стал бы ограничивать того, кого он любит в личностном росте. То есть, если я люблю человека, если я и вижу, что вот он может стать там директором школы, да, например, я никогда его этого не лишил. Потому что я заинтересован в том, чтобы любимый человек, да, ну, развивался, рост и так далее. И нет никаких, нет никаких, понимаете, оправданий для этого. Нет никаких оправданий для этого. Абсолютно. Их просто нет. Вот, оправданий для этого просто нет. Для того, чтобы, так просто просто, чтобы ограничивать личность нервов человека. И если ваш мужчина так сделал, у меня сомнения в том, что у нас любит. Возможно, любовь там и присутствует, но, в крайней мере, эта любовь, да, она, она не совсем чиста. То есть, вот эти вот взломы дверей, эти вот, там, унижение его, да, с одной стороны. С другой стороны, ношение вас на руках, все для вас делать и так далее. Вот. Вместе и вместе с тем, да, убеждение в том, что вам нужно оставить гордость, он вас будет обеспечить. Все это очень похоже на желание вас добиться. Все это очень похоже на желание вас контролировать. Все это похоже на желание над вами доминировать. То есть, да, возможно, в его представлении вы для него являетесь кем-то идеальной. Он вас идеализирует. Но, идеализируя вас, а я полагаю, что он, вы вот понимаете и чувствуете, да, что он вас идеализирует. Идеализируя вас, он автоматически запрещает себе с вами делать то, что ему хочется. А то, что ему хочется, он делает с другими. Вы же, вы же в этом себе отсчета не отдаете и в силу, в силу своих проблем, в силу своих сложностей, вот, вы принимаете это на свой счет. Поэтому, ваша жертвенность, она проявляется здесь в том числе и в этом. Но все это некая такая, знаете, безответственность. Я уж молчу, что вы переехали в его город, по его настоянию. Когда как мужчина обычно приезжает. Ну, за редким исключением, да, женщина приезжает. Но, всем известно, что мужчины, они более, так сказать, мобильные. Вот. Дальше. Не совсем понятна эта история, да, которую вы описываете. То есть, вы говорите, что вы три года знакомы, год живете вместе. То есть, если предположить, что первый инцидент произошел тогда, когда вы об этом не знали еще, то тот факт, что он вам не рассказал о том, почему он это делает, а просто пообещал. Ну, перестать. С одной стороны, говорит о его недоверии вам. С одной стороны. С другой стороны, говорит о том, что вот он, как бы, это оставляет, да, вкладка оставляет, компьютер не выглядит, все. Но, с другой стороны, у него есть подсознательная установка на то, что он будет один. То есть, он считает себя недостойным отношением. Именно поэтому он, он оставляет попадаться. 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 Вот. И с третьей стороны, это говорит о вашей наивности. О вашей наивности. То есть, ладно бы, если бы, ну, если бы вам было лет двадцать, да, там, девятнадцать, восемнадцать, да, значит, двадцать пять, я бы еще понял, что вот человек пообещал, да, там, больше не буду, там, все. Ну, это, вы поверили. Ну, вы, вроде бы, человек, как бы, ну, старше, более зрелый, у вас ребенок есть, вот, директором школы, директором школы вы могли быть. То есть, по идее, наивным, наивным-то вы не должны быть такой, насколько сильный. И, тут, вы сказали вопрос, да, опять же, почему вы поверили? Почему поверили ему? Вот. По какой причине? Просто, вот, человек делал, 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 хоп, больше не будет. Так, а желание свое, он, удовлетворяясь, как будет? Ведь они у него есть. Знаете? То есть, об этом, вот, элементарно об этом, вы не подумали. А все почему? Потому что думали о себе. А все почему? Потому что сами вы не удовлетворили. И, скорее всего, о себе не заботитесь. Бог, не нет. Вот почему, почему вы расстались с первым мужем, имея дочь от него? Ведь были причины? Были. Сделали ли вы выводы, почему вы расстались? Вряд ли. А ведь, по сути, те причины, почему вы расстались с первым мужем, и почему у вас сейчас проблемы с мужчиной настоящим, причины, скорее всего, одни и те же. Например, ваша смазка, например, ваша женская модель поведения, например, ваш навык построения отношений, например, ваши личные границы, например, ваши страхи, например, ваши отношения к чему-либо, что в том числе может быть и к сексу. Например, ваши какие-то моральные аспекты, да, то есть вы выбираете людей в силу того, что, допустим, ну, например, это я просто в качестве примера, да, они говорят, что это история про вас. Ну, просто в качестве примера, вот, допустим, допустим, вы очень много требуете от себя, к примеру. А, значит, к примеру, вы слишком много требуете от себя, слишком много вы от себя ждете, вот, слишком многого вы от себя хотите, возможно, и, соответственно, вы выбираете таких людей, вы выбираете таких, ну, может быть, мужчин, да, которые с одной стороны ведут себя хорошо и идеально, с вами, но, с другой стороны, имеют точно такие же серьезные недостатки. И вот вы любите в них их идеальность, в этих мужчинах, их силу, все, а слабости принимать вы не готовы. И получается, что вы человека не любите, а получается, что в этом человеке вы видите только то, что вам нужно, только то, что вы хотите, только то, чего вам не хватает. В данном случае мужчина, например, поступает эгоистично. Да, эгоистично. И я уверен, что вы сразу подумали, что, что, ага, он поступает эгоистично, как он мог, это плохо, значит, я была права, с ним что-то не так. Но кто вам сказал, что эгоизм, это что-то плохое? Нет. Эгоизм – это нормально. Эгоизм – это нормально. Ваша проблема и проблема мужчины в том, что он свой эгоизм не проявляет с вами. Вот. Понимаете? С вами он его не проявляет. Вопрос заключается в том, почему он этого не делает. Потому что вы не позволяете. Потому что знают, что вы не позволите. Потому что знают, что вы не одобрите. Потому что знают, что вы не примете. Потому что знают, что вы его любите только идеальным. А слабостей, слабостей его вы не позволяете. Вы говорите, что у него есть тёмная сторона, и я не могу с ним мириться, так у каждого человека есть тёмная сторона. И у вас тёмная сторона есть. А вот такое ощущение, что вы свою тёмную сторону вообще никак не раскрываете. Свою тёмную сторону вы вообще никак не выражаете, никак не проявляете, у вас её как будто нет, вы как будто идеально. А так не бывает. Знаете, идеальные слетения бывают, идеальные слетения существуют. И если вы не позволяете себе быть, не идеально, если вы не позволяете себе быть там, ну, скажем, какой-то, какой-то вот, если вы не позволяете себе, образно говоря, проявлять слабость, то вы не позволяете и другим слабости проявлять. Но если вы не позволяете проявлять слабости другим, то это не любовь, это что-то другое. И может быть, значит, стремясь к собственной идеальности, стремясь к собственной непогрешимости, вы видите другого человека как возможность быть идеальным. Вот такая история. То есть здесь начинать нужно, да, именно с того, чтобы сказать, ну, хорошо, вот у него есть тёмная сторона, окей. А у вас? У вас-то есть тёмная сторона? У вас-то проявляются как-то, как-то вот, ну, ваши собственные какие-то слабости там? И есть ли у вас то, чего вы, например, стыдите, то, чего вы себе не позволяете и так далее? Так вот, для начала это раскроете, а потом уже будете думать о том, как и что делать с мужем. Себе сначала позвольте быть слабой, себе сначала позвольте быть, как бы сказать, порочной, да, но не в том смысле порочной, как вот это, ну, иногда выставляют. Не в этом смысле. А порочной, ну, наверное, вот немножечко всё-таки в другом смысле от слова. Позвольте себе быть не идеальной, позвольте себе быть человеком. А я так в моей жизни сложилась, что вы себе человеком быть не позволяете и другому быть не позволяете тоже. Знаете, такая сторона? А может показаться, что я обравдываю мужчину? Ну, на самом деле, нет. Я мужчину не обравдываю в том смысле, что, как бы, ну, понятно, что у него тоже есть проблемы, да, это понятно. Что у него тоже есть какие-то проблемы, безусловно. Вот. Но, речь идет о вас. Знаете? Речь идет в первую очередь о том, что вас в этой ситуации задело, о том, что, вам в этой ситуации напрягло, о том, что вам в этой ситуации тяжело, о том, что вы в этой ситуации прадаете и так далее. Вот. Знаете? Ну, так вот, моя задача, да, она помочь именно вам. рассмотреть именно вашу сторону. Вот. То, что вы говорите, что он ваша, значит, родная душа, да, то, что он ваша родная душа, может быть, но он не вы. И в данном случае, то, что он ваша родная душа, может только означать, что вы ждете от него того же, что и от себя, а это принципиально не так, это другой человек. Совсем другой человек. Вот. И весь вопрос в том, чего вы от него ждете, чего вы от него ожидаете. То есть, вот он идеально, он носит вас на руках, он все для вас сделает, так далее, так далее, так далее. И у этого есть цена. И вопрос заключается в том, готовы ли вы эту цену платить. Вот. Не готовы? Ну, что ж, хорошо, ну, значит, таков ваш выбор, такова ваша позиция, это нормально. Вот. Понимаете? То есть, это абсолютно нормально, что вы не готовы платить. платить. Вот. Абсолютно нормально, что вы не готовы мириться с этим. Ну, так сделайте выбор. А сделать выбор, что-то мешает. И вот что мешает сделать выбор? Это нужно понять. Так. Дальше. Значит. Дочь часто болела. Зарплата в пять раз меньше его, настаивал. О. Так. Вы пишите, значит, здесь я устроил сад музыкальным руководителем, хотя он был против работы. Да. То есть, человек пытается вас контролировать, пытается вас, ну, чтобы вы были полностью под его контролем. Вот. Возможно, это идет тем же истоком, почему он так поступает, да? То есть, желание самотрудиться, неуверенность в себе, это все компенсируется тем, что он пишет, тем, что он вносит вас на руках, идеализирует, и тем, что хочет, чтобы вы не работали, хочет, чтобы вы были полностью под его контролем. Проработала полгода. Дочь часто болела. Из-за чего? Болела дочь. Зарплата в пять раз меньше его. Он, вот, да, откуда здесь сравнение? У вас тут какая зарплата? Значит, обратите внимание на то, что вы пишете про дочь. Да она вас часто болела. Я, конечно, не знаю, может быть, у вашей дочери есть какое-нибудь врожденное заболевание, да, там, генетическое заболевание, или редкое заболевание, которое, ну, иногда же так случается. В этом случае, конечно, мои слова будут несправедливы. Но в случае, если у вашей дочери, например, обычная простуда, или низкий иммунитет, или что-то еще, кто-то говорит о психосоматике. Какой психосоматике? Это гиперопека с вашей стороны. То есть, дочь не может быть самостоятельной. Дочь болеет, потому что нуждается в вашем внимании. Дочь болеет, потому что одна не справляется. И я, в общем-то, солгу вам, если сказать, что это хорошо. На самом деле, это очень плохо. На самом деле, это свидетельствует о том, что вы свою дочь, ну, вот, простите меня за такие, может быть, слова, но вы свою дочь вампирите. То есть, вы, как бы, за счет нее, вот, вытягиваете из нее энергию, как бы, это психологический вампирит называется. Такая гиперопека, когда, вот, ребенок, да, он, вот, болеет, если мамы нет рядом. То есть, мама приучила ребенка, когда мы, чтобы она, вот, время говоря. То есть, мама, мама так привлекает внимание матери, ребенок так привлекает внимание матери, родителей, болезни. А почему? Что, что его стимулирует, так делать? Вот. Важный, важный момент. Очень важный. Очень. Нужно, нужно его исследовать. Хотя бы на примере дочери, да, посмотреть. Болезни дочери не случайны. Вот. Вот, значит, связано с тем, что, вот, вы в своей, о описании своей проблемы, да, о дочери говорите всего два раза. Хотя сами переживайте очень сильно. И дочь, как бы, она все это видит, дочь, как бы, она все это замечает, но вы говорите об этом, о дочери всего два раза. Вот. Знаете? То есть, я, конечно, еще раз повторю, да, не хотел бы гадать, но болезнь ребенка, если это не генетическое заболевание, болезнь ребенка в случае, если, вот, его родитель работает и болезнь ребенка, ограничивающая работу родителей и его карьерный рост. Это всегда сложность в отношениях с ребенком. Так, значит, он настаивал, чтобы я не думала про гордость, он сам нас будет обеспечивать. О какой гордости идет речь, не совсем понятно. Приняла решение уволиться, когда дочь находилась в реанимации после тяжелой операции. Ну, вот, здесь есть проявление того, что у дочери все-таки есть какое-то заболевание, да, такое серьезное, видимо. Но, опять же, непонятно, в каком случае вы работали, о каком месте директора школы вы говорили. То есть, тут противоречие возникает. Дома так просто не сижу, зарабатываю рукоделем, доказываю до осени. Ну, тут вы, как будто, оправдываетесь, переменно. Тут вы, как будто, оправдываетесь, и тут вы, как будто, как будто, пытаетесь сказать, что, вот, я не сижу дома, я что-то делаю, я полезен. То есть, а у вас что, есть сомнения в том, что вы полезны, да? То есть, тут значение, то, что вы зарабатываете рукоделем, да, какое значение для вас это имеет? Для чего вы зарабатываете? Все у нас вроде хорошо, дочка его любит, и я его очень-очень. Ну, то, что вы любите очень-очень, это хорошо, но меня все же интересует, как любовь проявляется. То есть, то, что вы пишете, да, вот вы говорите, он моя родная душа. Что вы в это вкладываете? То есть, я уже говорил про родную душу. Настолько общего, он меня на руках просто носит в прямом смысле слова. А хорошо ли это, что он носит вас на руках? Ведь, чем выше человека идеализируют, тем сильнее его потом недвергают. Хорошо ли это? Свидетельствует ли это о зрелости человека, что носит вас на руках? Моя практика и практика говорит, что нет. Но психологическая практика. Дома всегда наготовлено, убрано, жду его с нетерпением, он это оценит. Ну, опять же, я не знаю. Вот я не знаю, у меня очень странное впечатление от этого предложения. Дома наготовлено, убрано. Такое впечатление, что вы с одной стороны оправдываете, с другой стороны выставляете, мол, я ли все делаю, с третьей стороны вроде как показываете, как у вас все здорово, как у вас все хорошо. Я чувствую, что здесь есть какое-то ваше противоречие. Какое противоречие, я не знаю. Ну, что-то здесь есть. То есть, гадать не хочу, да, не буду гадать. И так много всего я высказал по предположению. Гадать не буду, но что-то я чувствую. Может быть, в том, что вы считаете, что вот... Это вот сам порядок, да, само построение предложения наготовлено, убрано, жду его с нетерпением. Он это ценит, вот это вот, 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 вот в самом, именно, именно в самой цепочке что-то вот не так. Вот. Есть у него темная сторона, да, ну, казалось бы, темная сторона. Ну, так указывает нас есть темная сторона, да, про это я говорил, постараться не буду. Значит, я не могу с ним мириться. Что ж, хорошо, если вы не можете с ним мириться, вам нужно сделать вот это. А так, получается, что вы миритесь. Знаете, вы говорите, что я надеюсь, что он изменится, что он поменяет. Не изменится и не поменяется. По крайней мере, рассчитывать на это точно не все. А если изменится и поменяется, то он станет другим человеком. Уже не тем, которого вы любите, который сейчас, ладно. Вы-то считаете как? Что вам не мешает быть счастливыми? Только это его темная сторона? Нет. Это его темная сторона и делает его тем, кто он есть. Задумайте. Любит он писать в соцветии на сайтах на ком, что женщинам не понравится без разбора. Ну и что, как это к вам относится? Не комплименты, как я сразу предлагаю секс за деньги. Ну, предлагать можно все что угодно, вопрос в том, доходит ли это до конца или до конца или нет. А длится это годами за свидетельство еще. Ну, то есть, у человека, у человека своего рода развлечение, своего рода такой, знаете, стиль жизни. Опять же, как, как бы, вот, да, по поводу вашего отношения и знания об этой его тонкости. Очень, очень важно. Вот. Комплименты, не комплименты, как и так. У него, по легенде, профессия другая, авто крутое, ко всем готов приехать. То есть, он, по сути, пытается доказать, что все женщины легкого поведения. По факту. Общаются с ними на работе, когда я, вот, и кто отказывает, резко будет послан, кто ломает, соглашается, облить матом и то же послан. Ну да. Это, по сути, подтверждение его позиции. Все, все женщины, они, как бы, легкого поведения, кроме вас, которые идеальны. Вот, видите, да, у вас у обоих, по сути, невротические отношения. Вы стремитесь к идеалу и видите в нем идеального мужчины. А он, унижая весь секс женщин, нашел вот вас единственную такую, поэтому носит вас на руках. Вот, по сути, вы не он, не являетесь теми, кого вы видите друг другу. Откуда и проблема. Личеном я заметил отношение у него пренебрежительно и к сестре, и к маме. Кроме меня она мне страшна. Страшна от чего? Страшна что? От чего боится? Значит, эээ, так, кроме меня мне страшна. Ну, правильно, правильно, потому что со временем он идеализирует вас тоже предоставлено, и стоит вам совершить какую-то ошибку, стоит вам как-то вот разменьшать свой идеальный образ, и все, и будет относиться так же, как к маме. Это правда. Это правда. Просто вас драк обоснулся. Дальше, значит, скрывает это все, конечно. Значит, стыдится, значит, не принимает себя, вот тут собственные проблемы. Любой невротик, невротик не принимает кто-то откуда. Три раза был увлечен, я его не контролировал, он сам прокололся. Ну, я уже говорил об этом, да, о том, что значит его проколы. Ну, вот, меня здесь напрягает именно тот факт, что вы пишете, что он улечен. То есть, вот. Может быть, он и сам прокололся, но вы восприняли это как улечение какое-то. Это, это... Тоте нужно исследовать. Так, эээ, значит, ком включен. Так, я домой вернулась раньше, и он в магазин побежал, и ком включил. Зачем побежал в магазин? Почему комп включен? Как бы, ну, если его это волновало бы, он бы, компьютер выключил бы, да, и побежал бы в магазин. А так получается, что... Хотел, чтобы вы увидели? Вот. То есть, кто найдет, идет на риск такой? Какой человек? Ну, отец, я об этом это сказал. Я тогда был в шоке, для меня, для меня все рухнуло в тот момент. В шоке, а с чего рухнуло, рухнуло что? Эээ, если вы видите, как это все происходит, если вы знаете, что человек просто самоотрясается, то при чем здесь вообще вы? То есть, скорее всего, это мужчины, которые секс считают вообще чем-то грязным. А всех женщин с такой мужчиной считают, ну, я уже сказал, да, легкого поведения. Ну, и отчего вы в шоке? Вы-то на особом положении находитесь. Ну, да, мы сейчас не берем в расчет то, почему вы находитесь на особом положении. Речь о другом. Ну, находитесь. Так почему вы в шоке? Что рухнуло предо вас? А рухнуло то, что человек не идеальный. Это вопрос. На мой взгляд, логичный вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чего ему стоит эта его идеальность? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы думали, что вот он такой идеальный, и все, ну, как бы он идеальный, и... Ну, я его, вот он такой, и ему так хорошо. Нет. Нет. В любой хорошей стороне есть своя темная сторона. У любого хорошего поступка есть своя обратная сторона. Это никакая не темная, это просто другая. Дуалистичность. Все дуалистично. Все дуалистично. Все дуалистично. Вот. Так что здесь что? Ваши ожидания. Я чувствовал себя, по-моему, облитой просто. А это вот проекция. То есть, точнее даже не проекция, а интроекция. То есть, почему-то вы почувствовали себя облитой, по-моему, хотя, по-моему, облил их... По-моему, облил мужчина их, а не вас. Какая связь. Настолько была гадкость, что я так был с вами, чтобы смыть себя. Сойер дала обиды. А что смыть себя? Что именно? Что именно-то? Вы это не раскрываете? Какие обиды? Это не измена. Это скорее просто вот раскрутка женщин. Это даже не флирт. Да? Это просто подтверждение своей дистанциальной позиции. То есть, здесь вы проявляете себя как очень неуверенная в себе женщина. Здесь вы проявляете как очень наивная женщина. Здесь вы проявляете себя как женщина, которая настроила ожиданий, и как ребенок плачет из-за того, что эти ожидания не оправдают. Реальный мир. Вы его не видите. Такое впечатление. Он вернул, вернулся, все понял после бессмысленных уговоров в открытии. Вынул дверь и со слезами на коленях умолял. Ну да, вот вы для него что-то. И это не любовь. Нет, это не любовь. Вот его такое поведение, это не любовь. Это нужность. Ему. Нужность ему, вас. То есть, ваша нужность ему. Для чего? Хороший вопрос. Это не любовь. Кстати, а почему бессмысленно уговор открыть? То есть, вы же, вы понимаете, что вы в тот момент, вы просто им манипулировали. Ну, то есть, вы знали, что он скорее всего не уйдет. И вы хотели, чтобы он что-то сделал. Далее, значит, умолел простить. Я не могла. Что же? Это позиция. Это позиция. Не могла простить. Это позиция. Другое дело, что на этой позиции нужно было стоять до конца. Да. Если не можете простить. Ну, что же. Ну, что же. Так тому и быть. А вы, вы на своей позиции до конца не стояли. Ну, уже не были объяснения, почему надо это делать. Что же? В принципе, я вас понимаю. Я их не получил. Не получил. Почему? Почему не получил? Ну, вот. Почему? Если вы говорите, что вам что-то нужно, да? Если вы говорите, что, ну, вообще-то говоря, вы имеете право. Вообще-то говоря, вы имеете право на объяснение. А почему не настояли? Почему не дожжали? Вот. Вы пишите, просто поверилось, что больше не повторится. Дарья, я серьёзно. Мы серьёзно поверим. Чем это обусловлено? Вера в любовь? В людей? А может, просто выдали желаемое за действительное? Потому что иначе что-то такое будет. Чего вы боитесь. Почему поверилось? Повторюсь. Правильно. Потому что ничего не изменилось в поведении. Наоборот. Наоборот. Вы выступали обвиняющим для мужчины. Ещё больше мотивируя его быть тем, кем он является с вами и ещё больше заставляя его принижать то, что он хочет. То есть, ещё меньше. Стимулируя его, ещё меньше проявлять свою естественность. По сути. Мы вернулись из больницы. Выяснилось, что в следующую неделю он вчера меня так всё время проводил. Мой-то встречался с кем, я не знаю, мне не узнать, но нет у меня голода. А то-то он и не собирался выполнять обещение, которое никто из него не тянул. Может быть, никто из него не тянул, но вы поверили. То есть, у него ответственность, что он дал обещение, но это его ответственность, его ответственность оставьте ему, а вас ответственность в том, что вы поверили? Как вы поверили и посчитали, что это возможно. Почитали это возможным. А теперь вы обвиняете его просто за то, что он дал обещание. Но ведь поверили вы, почему-то. Так что здесь нужно спросить себя «Почему я поверю?» что, допустим, завтра вы полетите в космос, например, и вы мне поверите, а завтра вы не полетите в космос, то вы кого будете обвинять? Меня, что я вам обещал, невозможно, или себя, что поверили. Ведь вы поверили, потому что, еще раз повторяю, чего-то хотели. За свои желания нужно нести ответственность. Вы не несете. Я верю в то, что в профессиональной сфере, как родитель, вы человек ответственный. А в родительской сфере, так вы даже сверхответственны, судя по болезни дочери. Но вы не ответственны за себя. Так. Скандала не было, я не скандальный, а я, как обычно, от слез и комка в горле, слово проронить не могу. А вот это уже проявление анального типа личности. Это уже проявление анального типа личности. То есть, в детстве, когда вам было плохо, вам запрещали выражать свое недовольство. Ну, с этим тоже нужно работать. Он уверил, утешил, утешил, что, знаете, да, вот вы выступаете, такой жертвой, которую нужно утешать и умерять. И опять поверили, по сути, опять. Помирились, но никаких решений не было. А примирение без решений, это ничто. Примирение без решений, это пшик, это миф, это иллюзия. Знаете, вот вы окрушили себя иллюзией. Опять. Это сильно отразилось на нашей интимной жизни, у меня никакого желания к нему. Ну, это нормально. Это нормально. Я как вспомню, так отращение полное. А, что, опять же, что вспомнило? Что вспомнило? Ну, одно дело, если вам жалко этих женщин. Я могу понять. Что это, вот, драгу? Как думаешь, так с этими женщинами поступать? Но они же ищут, ищутся. Кто-то ищет любви. Кто-то, правда, хочет секса. Почему ты их обвиняешь? Почему ты считаешь, что они плохие? Почему? То есть, как бы, проявить женскую солидарность? Можно. Можно. Это противно, понятно. А у вас отращение какое-то. К чему? Опять же, могу предполагать, но не хочу. Хочу пополучить вас. Просто я чувствовал, что он по-прежнему занимается этой ерундой. А, это не ерунда. Это не ерунда. Вот здесь вы уже родители. Здесь вы уже родители. Это не ерунда. Вы обесцениваете то, что он делает, но это не ерунда. Это очень важная часть его жизни. Это самая важная часть его жизни. Потому что в этой части проявляется он. Такой, как он есть. И вот он настоящий, такой, как он есть, вам не нравится. Понятно, что это изращённая форма, понятно, что это диверное поведение, понятно, что это сублимация, это всё понятно. Но это он настоящий. Люби вы его. Вы бы это поняли. Люби вы его и люби вы себя. И принимая себя такой, какая вы есть, у вас бы не вызывало это от поражения. Вы бы просто сели и спокойно сказали, дорогой, я тебя люблю, но я знаю, что это происходит, я знаю, что тебе это нужно, я знаю, что ты бы какой-то причине это делаешь. Я не хочу тебя лишать удовлетворения своего желания, но пойми, что для меня неприемлемо, да, то, что ты делаешь. Мне неприемлемо понимать, что мой мужчина там оскорбляет женщин, да, там, например, плевает их матом и так далее, и так далее. Либо мы с тобой идём к психологу и работаем, либо мы расстаёмся. Всё. Но нет, этого не произошло. Почему? Дальше. Так, сообщение в видео, звонки, разговоры по почву. Здесь уже у вас отношение к сексу как к некому с табу, опять же, идеализировано, да, он здесь не запоминает даже, типа, от скуки, но мне от этого не легче. Ну, так что вам от этого не легче. Так, это же ваша проблема, что не легче. И вам эта проблема нужна решать. Мне больно, что он обещает никогда больше, потому что это дурная фантазия, я больше не повторюсь, но продолжается мне дуть. Так вам больно только потому, что вы ожидания имеете, которым, в принципе, не суждено быть, надо сказать, что я шоу. Вам больно только потому, что есть ожидания, а ожидания, потому что вы верите. А верите вы, потому что вам чего-то хотите, чего-то хочется. И это, то, что вам хочется, сами реализовывать, вы, ну, как бы, не хотите, к сожалению. Вот. Может быть, вы, вот, боль вызвана тем, что вы о себе думаете хуже. И это для вас неприемлемо. То есть, возможно, ну, возможно, только возможно, что в детстве вам так же обещали, так же не выполняли, вы чувствовали себя брошенной, покинутой, ненужной, т.д. И вот, все, что вы делаете, в том числе директора школы, в том числе воспитание дочери, скорее всего, гиперответственное, все это для того, чтобы доказать, что я расстроен, что я любимый, и т.д., и т.д., и т.д. Так. Значит, я это чувствовал. Так. Бролей, том-нибудь, друг. Я это чувствовал, и вот три дня назад опять косяк его. Скажите, а почему, если это его, если вы это чувствовали, это косяк? Вот интуиция вам говорила, что это проводится, а вы отказывались в себе верить. По какой причине? Хоть на учениях военные, бывшая моя одногруппница просила прислать фото с выпускного, я намеренно хотел обзавить другого брата, чтобы случайно чего не увидеть. Вот. Это бег от себя. Это бег от реальности. Нежелание принимать реальность. Открывать все ваши проблемы. Вы не желаете принимать реальность и жить в реальности. А это значит, не хотите ответственности за себя. В первую очередь. Если не хотите нести ответственности за себя, то волей-неволей перекладывайте ее на других людей. У него привычка оставлять все вкладки открытыми. Ну, об этом я уже говорил. Открываю другой браузер, захожу вроде в селок, захожу... Да, то есть у вас прям какое-то минное поле. Закажу в сеть, хочу ввести логин и пароль, там автоматически загранены его и еще какой-то номер. Его это табу, но он незнакомый с работой любопытцами. Почему незнакомый не табу? Почему незнакомый не табу, если это компьютер мужа, да? Так, ну мужа не мужа. Не, ладно, про мужа не буду говорить. Не помню, мужа-то нет, но не суть. То есть, по сути, по сути, вот, его табу, хотя можно было выстроить отношения так, например, чтобы не было бы его номер табу. Вот. Так получается, что его табу, а другой номер не табу. Ну, это, по сути, это вот, это игра. У вас. Вот. Незнакомый с работой любопытцами. Ну, вы не могли не знать, что это должен номер относиться к нему. Ну, не могли не знать. В любом случае, это не ваше. В любом случае, вам это не принадлежит. Так в чем разница между его, табу и другим? Что-то и дело. Что-то и дело. А если бы сразу было любопытство, которое, по сути, может быть, связано с вашим представлением об открытости, о доверии, о личной границе, так если бы вы сразу все это мужу предоставили, мужчине предоставили, было бы легче, было бы лучше, позволило бы избежать проблем. Оказалось, что его левая страница, о которой я не в курсе, а должны были, специально созданы для этих препятствий в 2014 году. А, так полагаю, еще до встречи с вами. И там их столько, каждую неделю, каждый день. Последнее сообщение в детском предложении моей подруге, у которой очень тяжелое финансовое и морально-психическое положение сейчас. Она его вежливо отшила. Ну, опять же, как это все равно склад. Ну, помимо того, что это ваша подруга. То есть, как бы, можно решить вопрос на чисто таком уровне. То есть, я знаю, что ты, там, пишешь женщинам, что ты хочешь доказать, что все женщины легкого поведения, но подруга моя даже не пишешь. То есть, как бы, мне за подругу, как бы, обидно. Вы можете так сказать. Это позиция верная, это позиция адекватная. То есть, нет границ у вас. Я, возможно, сотворила глупость, я в гневе взяла с этой левой страницы и ему же отправила сообщение, в нем точка. И что это значит? В чем глупость? Что значит точка? Опять же, могу догадаться, но хочу, 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 чтобы сказали вы. Добавок ко всему температура 38-2 дня уже. А из-за чего это как-то связано? Все болит, голова раскалывается, то ли от слез, то ли ОРВИ. Ну, это очень возможная психосоматика. Нет сил, мысли обидуют, мысли путаются, обиды захлёстут. Ну, вот с обидами нельзя работать, а с обидами это ожидание. Ожидание это желание, а про желание я уже говорил. Звонил я не поднимал, вопрос попрощения писал. Не может жить, все это глупости, что с ума тут сходит, я заблокировал везде. Телефоны, домашний выключил, звонил с незнакомых номеров, я не беру, не хочу, не хочу слышать, читать. Так он и написал, все это ложь. Нет, ну, в принципе, правильно, да, в принципе, правда, ложь. Годами страдаешь этой ерундой, нечего тебе. А вот это уже оскорбление. Еще раз, это не ерунда. Для всего это важно. Почему, если вы человека любите, вы принижаете то, что он делает? Вам это может быть неприятно, вам это может быть неприемлемо. Но, если неприятно с этим ними работать, если неприемлемо, об этом нужно ему спокойно донести. Ну, вот называть ерундой. То есть, объясню. Это, извините, права не имею. Так, значит. Обрезанный последний способ связи. Ну, то есть, опять, знаете, опять та же позиция, да. То есть, это, по сути, манипуляция. Манипуляция, чтобы человек испытывал чувство вины, да, и вырвал, вырвал у вас, как, как бы, прощение. Чтобы если он убедил вас опять. Это манипуляция, по сути. Вызвать чувство вины. Это сценарий. Родительский сценарий. То есть, скорее всего, у вас и нет, точно так же поступали при обидах. У меня на душе такое творится, ведь я люблю его. Ну, как я уже сказал, может быть, вы его любите, но любовь вообще не чиста. Не чиста. А он вот так. Так, а как он так? Не изменяет. Не изменяет, не бьет, ничего. Да, у него есть пунктик насчет женщин. Да, у него есть пунктик. Но как это к вам относится? Не понятно. То есть, понятно, что это вскрывает какие-то важные противоречия, страхи и так далее. Ну, будучи взрослым человеком, вы можете это отделить? Я понимаю, что вам это сложно, но это нужно отделить. Сперва. То есть, первый шаг – это отделить то, что чувствую я, и то, что делает он. И то, что делает он, никакого отношения не имеет к тому, что чувствую я. Да, мои чувства – это только мои чувства. Да, его действия служат катализатором моих чувств, это так. Но не столько потому, что в глубине души у меня есть конфликты и противоречия, которые постоянно тлеют, а вот его действия как бы воспламеняют этот конфликт. Но точно так же ваши конфликты внутренние могут воспламенить все что угодно. Понимаете? Так, я не знаю, как поступить. А поступить, чтобы что? Хочется до конца учения его не выходить на связь, возможно успокоиться, принять поражение и уйти. Какое поражение? Дарь. О чем вы говорите? У вас что тут? Война какая-то, борьба какая-то. Это что? Вы понимаете, что это не война, это не борьба. Вы абсолютно на другом уровне находитесь по сравнению со всеми женщинами, даже с вашей подругой. О какой войне вы говорите? О какой борьбе вы говорите? С кем вы боретесь? Понимаете? И за что самое главное вы борете? Ну я с ума сойду, наверное. От чего? И мириться с этим галцем не хочу. И так хочу, чтобы мы были вместе. А для чего хотите, чтобы мы были вместе? Понимаете? Это твор, по сути. По сути, история такая, наверное, что вы себе не позволяете быть той, кто вы есть. Себя вы идеализируете. За счет других людей вы пытаетесь это компенсировать. И когда у людей появляется недостаток, вы их просто-напросто не принимаете. Точно так никак не принимаете свои недостатки. Поэтому начинать жизнь нужно именно с того, чего вам хочется. И выработки ответственного отношения к этому. И тогда уже вам будет легче принять недостатки других людей. Скорее всего всех. И так далее. Согласиться с тем, что у вашего мужчины достаточно серьезное поведение, достаточно серьезная ситуация. Да, я могу. Да, я могу. Может ли ваше такое поведение вынудить его работать над собой? Может быть, но это будет не его желание. Это будет скорее из чувства венгии. Такая работа ни к чему не приведет. Мужчина должен сам увидеть, что то, что он делает, ведет никуда, или деструктивно, или признать, что это его позиция. Вот и все. И если вы его любите, и если это напрямую не касается вас, а напрямую вас это не касается, кроме истории с подругой. Но тут есть нюансы, о которых я сказал. Что вам нужно эту позицию принять. Может ли он относиться пренебрежительно в будущем к вам? Да, может. И вам нужно это тоже иметь в виду. И возможно говорить с ним об этом. О том, что я вижу, как ты относишься к маме, к сестре, я боюсь, что ты так все будешь относиться ко мне, потому что я тоже женщина, я тоже твой близкий человек. И это может стать основой для того, чтобы обратиться к психологу вместе. Вот и все. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я буду рад вам помочь, если у вас остались вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.